Добрый день! Мы начинаем наш вебинар из серии вебинаров помощи патронатным воспитателям. Сегодня наша тема называется «Помощь тем, кто помогает другим», и мы будем говорить об эмоциональном выгорании принимающих семей. Меня зовут Марьяна Лапина, я практикующий психолог, семейный психолог, много лет я занимаюсь темой помощи тем людям, которые принимают свою семью детей, которые остались по какой-то причине без опеки своих кровных родителей. Я работаю с приемными семьями, с опекунами, усыновителями, я работаю с детьми, которых они принимают, свою семью, и с некоторых пор я являюсь тренером организации партнерства «Кожда и Биттыни». Мы помогаем развивать новую сферу для нашей страны. Это патронат для детей, которые временно или совсем остались без опеки своих кровных родителей. Это об эмоциональном выгорании будет интересно услышать и тем, кто взял свою семью, детей, приемные семьи, ДБСТ и так далее. Я надеюсь, что тоже присоединились сегодня к нам. Я бы хотела поднять аудиторию, которая сейчас меня видит и слушает. Если среди вас есть патронатные воспитатели, я попрошу вас в чате, где вы можете как-то задавать вопросы, отмечать себя, поставить плюсик. Если среди вас есть приемные семьи, ДБСТ, поставьте два плюсика. Если среди вас есть усыновители, опекуны, три плюсика. И да, вижу уже, здравствуйте, патронатного воспитателя вижу. И те, кто планирует стать таковыми патронатными воспитателями, поставьте в чате буковку «Я». Кто планирует стать патронатными приемной семьей, поставьте две буковки «Я». Опекуны, усыновители, три буковки «Я». И люди, которые интересуются просто этой темой, возможно, профессионалы, мои коллеги-психологи или социальные работники, поставьте в этой графе нолик, чтобы я могла понимать, с кем я сегодня буду общаться. Спасибо. И там же пишите вопросы, которые будут возникать у вас по ходу, и я постараюсь на них ответить. Буду давать там после каждого раздела небольшой промежуток времени, чтобы ответить на ваши вопросы. Хорошо. Ну, и так мы начинаем. Я надеюсь, что вы видите слайды, те же самые, что вижу я. Вот здесь написано, что проект впроваджуется организацией партнерства кожней дитине за финансовые підтримки посольства Великой Британии в Украине и Всесвитнего дитячего фонду. Я уже сказала, что цель этих вебинаров повысить и помочь, повысить потенциал патронатных воспитателей и помочь специалистам, которые сопровождают такие семьи. Ну, возможно, не все знают, кто меня слышит, или многие знают, но я повторюсь, что такое патронат. Это воспитание, уход и реабилитация ребенка в семье патронатных воспитателей, патронатного воспитателя в период преодоления ребенком, его родителями каких-то трудных жизненных ситуаций. Это временное место, где ребенок может пребывать. Это услуга, и если вы мало знаете, но интересуетесь, я думаю, вас отправляют про эту услугу побольше из других источников. Ну, а патронатный воспитатель – это специалист, так как это услуга, это специалист, который прошел специальное обучение по специальной программе, и он осуществляет этот уход, воспитание и обеспечивает реабилитацию. На специальных курсах подготовки патронатных воспитателей мы учим таких людей, и это люди, которые выходят после этой программы подготовки, выходят специалистами в вопросах ухода и реабилитации детей. Ну и уже конкретнее по эмоциональному выгоранию принимающих семей мы сегодня с этим познакомимся. Я здесь, это я, Марья Анна Лапина, семейный психолог, работаю в системном направлении, тренер партнерства каждому ребенку, и сейчас психолог Центра поддержки семьи Карита Скаменская. Ну, что такое эмоциональное выгорание? Когда-то заметили, что люди, которые являются специалистами и хорошо работают в своей сфере деятельности, особенно в сфере работы с людьми, вдруг через какое-то время становились хамами, так скажем, теряли свой былой профессионализм, и то, как они занимались своей профессиональной деятельностью, окружающему переставало нравиться. Со временем этому явлению дали название, такой синдром выгорания. Он представляет собой процесс утраты эмоциональной, когнитивной, физической энергии, есть у него свои симптомы, мы о них сегодня будем говорить. С психологической точки зрения эмоциональное выгорание это такой защитный механизм, который вырабатывается нашей психикой для того, чтобы в ответ на какие-то психотравмирующие воздействия. Потому что если человеку очень долго, как-то эмоционально тяжело, срабатывает такой защитный механизм, так называемый, и для того, чтобы он мог выжить, тратить меньше сил и энергии для осуществления своей деятельности. Ну, это такая краткая информация, что это такое. Ну и конкретно мы поговорим о причинах выгорания у семей, которые принимают детей-сирот к себе или детей, которые оказались, их семьи оказались во временных тяжелых обстоятельствах, как, например, мама или родители, которые сейчас вынуждены там уехать или вынуждены. Ну, вот я работала в такой системе туб-диспансера, где мамы, ложась на лечение в туб-диспансер сразу после родов, их разлучали с ребенком, потому что нельзя, чтобы был контакт. И в это время дети находились в больнице или в каком-то там отдельном, ну, в больнице, потому что они тоже контактные с туберкулезом. И все это время ребенок находился в белых стенах под наблюдением людей в белых халатах. И, конечно же, это очень сильно травмирует детей, очень сильно отражается на все его развитие дальше. Для таких вот семей и для других семей, которые оказались в кризисе, для детей из таких семей и существует, и сейчас развивается наша система патроната. Чтобы ребенок не находился в каком-то учреждении и в приюте, альтернативой есть патронатная семья. И те, кто сейчас уже этим занимаются, я думаю, что уже с этим столкнулись и знают, насколько это сложная миссия, насколько это сложная работа, скажем так, потому что это действительно работа. Дети травмированные приходят в патронатные семьи, в приемные семьи, даже то, что его ребенка разлучили с его семьей, с мамой, для него является достаточно большой травмой. И поэтому люди, которые принимают травмированных людей, принимают много на себя вот этого эмоциональной такой составляющей детей, которые к ним приходят, они выгорают. Там, где много эмоций, там и есть выгорание. Такой тумблер срабатывает, который заставляет со временем психику нашу защищаться. Ну, причины вот здесь в слайде есть. Одна из причин, я считаю, что достаточно большая и часто встречающаяся, то, что не очень готовы принимающие семьи к тому, с чем им придется столкнуться. То есть у них есть ожидания. И часто, и мой опыт показывает это, что приемные родители, патронатные воспитатели, усыновители представляли себе совершенно другой, по-другому этот процесс, по-другому их совместную жизнь с детьми. И мы сегодня на этом остановимся на неоправданных ожиданиях. Постоянное напряжение, приходится находиться в такой мобилизации. Ну, можно себе представить, если патронатные воспитатели берут к себе домой, в свою жизнь, в свою семью, совсем постороннего человека, маленького, беспомощного, который ни на что в своей жизни не может повлиять. Часто дети свою травму выражают через поведение, которое очень сильно не нравится взрослым. Иногда они переживают горе, переживание утраты. И поэтому это тоже сказывается на их эмоциональном состоянии и их поведении. Поэтому патронатным воспитателям или приемным родителям приходится на какой-то довольно длительный отрезок времени находиться в напряжении. Нет возможности расслабиться, потому что работа, которая занимает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и практически нет отпусков, нет выходных совсем. То есть как можно устроить в семье выходное? Никак. Что часто, с чем сталкиваются такие семьи? Это нет возможности рассказать о трудностях. Их опыт показывает, что когда они начинают рассказывать о своих трудностях, их не понимают. Им говорят, зачем вы вообще на себя это взяли. Не понимают многих моментов, с которыми они сталкиваются в повседневности. Поэтому такой возможности в понимающей среде нет рассказать. Есть много осуждения, много обвинений в некомпетентности, если что-то идет не так с детьми, которые прошли большой путь проблем, насилия, возможно, или просто расставания со своей кровной семьей. Часто случается что-то не так. И патронатные воспитатели могут столкнуться с обвинением в свой адрес. Приемные родители с этим сталкиваются очень часто. Внутренний контроль и завышенные требования к себе ведут к выгоранию. А также неумение осознавать и выражать свои чувства. С этим совсем у нас плохо. Вообще у многих плохо. Не только у принимающих семей. У нас нет такой культуры. Мы только сейчас учимся выражать свои чувства, потому что в той среде, в которой мы выросли, в Советском Союзе, и дети тех, кто выросли в Советском Союзе, этому не уделялось, мягко сказать, какое-то вообще внимание. И нам нужно было строить светлое будущее и точно не выражать свои чувства. Этому не учили в семьях, этому не предавалось большое. Ну, счастливчики тех, кто это умеет. И поэтому, когда эти чувства не выражаются, они где-то же должны скапливаться. И чаще всего они скапливаются где-то в своем теле, в своих эмоциях, в своих мыслях. И это тоже может быть причиной выгорания. Ну, и банальное отсутствие планирования, когда я хочу много, не успеваю, много предполагаю сделать, и у меня это не получается, и я постоянно в цейтноте. Это тоже причина выгорания у принимающих семей. Вот то, что было на первом слайде про предыдущие неоправданные ожидания, я хочу этому уделить побольше сегодня места. Хочу рассказать о десяти ложных ожиданиях, с которыми могут столкнуться принимающие семьи, как патронатные семьи, так и приемные родители, опекуны и усыновители. Их десять, на мой взгляд, таких основных. Ну, первое ожидание, мой опыт работы с приемными семьями и с патронатными воспитателями показывает, что когда мы берем сироту в свою семью или ребенка, который пережил какое-то травматичное событие, мы фантазируем о том, как он придет в нашу семью, нам расслабиться, ему будет хорошо, наконец-то он почувствует себя в безопасности, и нашей любви будет достаточно, чтобы помочь ему, чтобы справиться ему с ситуацией. фантазируем о том, как нам будет хорошо вместе, и те, кто является уже приемными родителями, считают, что этого вообще будет достаточно, чтобы вылечить его от тех ран, которые нанесла ему жизнь до их встречи. Но, к сожалению, это не так, и нужно много, кроме того, что проявлять и знать о своих чувствах, и желать их, нужно еще иметь информацию, иметь какое-то понимание того, что происходит с ребенком, иначе быстро придет выгорание, когда дети, которые придут в семью, или к патронатным воспитателям, или в приемную семью, в ответ ничего не дадут. То есть они или не готовы будут брать эту любовь, которую взрослые готовы поделиться, или они не смогут ответить на эту любовь, и тогда приходит такое разочарование, отчаяние, и очень быстро родители выгорают. Иногда из-за того, что взрослые думают о том, что их любви будет достаточно, много, они готовы отдать эту любовь, они не в состоянии понять ребенка, и не в состоянии понять, как это вообще повлияет на их семью. Этот ребенок, придя в семью, как повлияет вообще на жизнь их семьи. Если у вас по ходу вот этих вот слайд будут вопросы, по ходу десяти неоправданных ожиданий, сразу пишите, и я постараюсь их ответить. Это будет первой частью нашей встречи. Второе ожидание, что мы сразу же ощутим любовь к этому ребенку. У приемных родителей, не у всех, но часто есть выбор, когда они едут там в интернат, детский дом, чтобы посмотреть на ребенка, с ним какие-то отношения завязать. У патронатных воспитателей чаще всего такого нет. К ним приходит в семью тот ребенок, который сейчас нуждается в помощи, нуждается в патронате. Если, конечно, семья живет где-то по соседству с этой семьей, которая попала в беду, то они могут знать этого ребенка. Чаще всего этого не происходит. И происходит то, что взрослые сталкиваются с историей о том, что я не могу полюбить этого ребенка. Я хочу ощущать эту любовь, но не могу. Так бывает не всегда. Иногда бывают очень позитивные, хорошие чувства. Сейчас больше речь идет о приемных родителях, о тех, кто принимает в свою семью детей на длительный срок. И я веду группы взаимоподдержки и помогаю как специалист, принимающим семьи. И не раз мы говорили, проговаривали эту историю о том, как я хотела и честно думала, что полюблю любого ребенка. Ведь чужих детей не бывает. Вот то, что в слайде написано, это такая вообще известная поговорка. Но происходит то, что когда ребенок ведет себя, скажем так, сложно, когда он занимает все мое время, когда не остается вообще времени и части жизни ни на себя, ни на других детей, то очень сложно его полюбить. И мы говорили не раз с взрослыми, которые принимают в семью детей, о том, что иногда это и не так важно любить ребенка, важно понимать, что он попал к тебе на реабилитацию, что ты создаешь ему безопасное пространство, пытаешься удовлетворить его потребности и так далее. И таким образом мы снимали вот это представление о том, что ты, что же ты за человек, который не можешь полюбить ребенка. Ведь чужих же детей не бывает. Эту вину, так уменьшалась вина за это чувство. Третье ожидание, которое неоправданное, это ребенок, когда ребенок войдет в семью, он легко научится следовать нашим правилам, ценностям и ожиданиям. Но, к сожалению, это не так. Дети, когда приходят в семью, они приходят из разных мест. Если это неблагополучная, скажем, социально неблагополучная семья, то они многих правил, которые есть в семье, совсем не могут понять. Часто они не понимают вообще, что такое семья. Если ребенок где-то скитался, прожил большую часть своей жизни там где-то на улице или во дворе, то ему очень сложно понять правила этой семьи и, конечно, научиться им исследовать. Если говорить о приемных родителях, то очень сложно представить, сколько вообще правил есть в семьях. Мы все отличаемся друг от друга, и ребенку трудно сразу войти и следовать этим правилам, когда ложимся спать, например, как кушаем, когда моемся и когда застилаем постель, когда приходим, когда уходим. Это все такие вот нюансы, которые для нас, само собой, разумеющиеся, но для детей непонятны. И тогда реакция семьи на проблемы, связанные с этим. Или протест ребенка, он не хочет подчиняться нашим правилам, или он просто не понимает и постоянно забывает, что ему 10 раз сказали, нужно встать, это сделать, нужно сесть так себя вести и так далее. Есть три варианта, как семья откликается на вот это поведение ребенка. Она или становится более гибкой семейная система, демонстрируя тогда свою жизнеспособность. Иногда можно подстроиться под ребенка на какое-то время, на каких-то вещах, те, которые приемлемы, семья подстраивается и демонстрирует гибкость. И есть правила, которые точно нарушать нельзя, и тогда семья в этих правилах остается не гибкой. Второй вариант. Семья настаивает на сохранение старой системы и непреклонна к переменам. И тогда начинается большое количество конфликтов, и тут выгорание очень-очень быстро приходит. Вот мне подсказывают коллеги, подсказывают те, кто меня видит, слышит, что поэтому нужно ребенку сразу говорить о правилах вашей семьи. Да, это правда, нужно сразу говорить. Но вопрос в том, как мы на этом настаиваем, насколько мы непреклонны к тем переменам, которые все равно с приходом ребенка будут в нашей семье. И третий вариант. Семья терпит полную неудачу во всех сферах и утрачивает чувство эффективности семейной системы. Ну вот, приходит ребенок, он нарушает правила, не может никак встроиться в эту колюю нашей системы. И тогда семья считает, что мы семья, которая вообще с этим не справилась, не стоило за это браться, и чувствует, что они неэффективны. Как семейная система, могут начаться у них между собой конфликты, скандалы, что, в конце концов, может вообще развалить семейную систему. Четвертое, это потребность этого ребенка, потребность или потребности этого ребенка не отличаются от потребностей наших биологических детей. Ну вот, с этим я не раз сталкивалась, когда взрослые, воспитав, успешно воспитал своих детей, кровных детей, идут в это плавание, в этот путь принимающей семьи, уверены, что мы все про это знаем. А если в семье было больше одного ребенка, два, три, то мы же знаем про несколько детей, мы знаем, какие они разные, мы к этому готовы. Но, к сожалению, это ведет к, иногда, к большому разочарованию в том, какой я родитель. Они думают, что все будет очень просто, мы знаем, как это быть родителем, но потом они, родители или патронатные воспитатели, ощущают, что разуверились в своих способностях, когда те методы, которыми они воспитывали своих кровных детей, становятся неэффективными. И что самое неприятное в этом, с чем они сталкиваются, что они не могут никому об этом сказать. То есть они, это как-то стыдно, это как-то меня не поймут. Мы же были всегда эффективными родителями, а значит, что-то с нами случилось не то. Если вопросы по ходу возникают, пишите, я вижу, что вы пишете. Пятое ожидание. Наши биологические дети воспримут приемного ребенка, как родного брата или сестру. К сожалению, это тоже ложное ожидание. Бывает по-разному. Бывает все очень замечательно проходит. Особенно если кровные дети, или те дети, которые не кровные, но уже живут в этой семье, старше, чем те дети, которые приходят. Больше шансов, что пройдет процесс адаптации спокойнее. Если дети младшие, если у детей были свои ожидания, к сожалению, с проблемами ожиданий детей, которые живут в семье, никто не работает. Если взрослым, работая со взрослым, мы уделяем какое-то значение. С приемными семьями, с патронатными воспитателями, в меньшей степени усыновителей. И опекуны проходят какую-то подготовку и поддержку. то всех, кто остальные, кто находится в этой семье, очень мало знают, что их ждет. У патронатных воспитателей есть выездная сессия в семью, когда к ним приезжают тренеры и рассказывают, и обсуждают эту историю, которая им предстоит совместно. У приемных семей такого нет. Поэтому, знаете, это очень напоминает мне, когда ждет мама-ребеночка в животике, и старшенький говорит, вот, я тоже жду. И мама говорит, ой, как вам будет хорошо. И представление этого старшего брата о том, как нам будет весело, хорошо, мы будем играться. Разбивается такое... То, что мама теперь вообще занята не мной, такое проходит разочарование. Он получает какого-то кричащего конверта, который забирает все силы у мамы. То тут где-то примерно то же самое, что ожидания приемных от того, что придут... окровных детей от того, что придут на время или на большой кусок жизни к ним другие дети, разбиваются такие... их поведение от не то, а от такое разочарование. И дети сначала хотели, а потом мы видим, что их поведение по отношению к нам, по отношению к детям, которых мы приняли, становится другим, не таким, как было до того, как это все произошло. что они становятся иногда агрессивные, раздражительные, иногда замкнутые, их не вытянешь ни на какой разговор, они там живут какой-то своей жизнью. Иногда мы видим грусть. Вот. Но бывают и хорошие моменты, бывают это не всегда так, но это как вопрос про ожидания, что может быть и по-другому. Шестое ожидание. Ребенок, которого мы берем с легкостью, вольется в семье, все родственники его радостно примут. Ну, многие так и ощущают поначалу, поддержку родственников, вот, но как только поведение ребенка себя начинает более интенсивно проявлять, и патронатные воспитатели могут услышать, это приемные семьи, что зачем вообще вам это было надо. И взрослые принимающие их семей задумываются, действительно, зачем мне это было все надо. И это осложняет отношения между ребенком и воспитателем. Его могут навешивать ярлыки, как неудачника, как то, что с ним вообще всегда все плохо, разрушитель. И вообще яблоко от яблони недалеко падает, если ребенок из какой-то семьи пришел неблагополучный. То есть это то, что сначажется само собой разумеющимся поддержка бабушек, соседей, друзей, потом оказывается совершенно не так. Вот. И одно из ожиданий из последующих, что друзья и знакомые оценят нашу роль в воспитании в жизни ребенка, будут поддерживать нас в этом благородном деле. Но со временем, когда ребенок ведет себя не так, как хотелось бы, патронатные воспитатели могут услышать вопрос, зачем вам это надо, отдавайте его уже обратно и все это дело закрывайте. Зачем вообще это нужно? Приемные родители тоже самое с этим могут толкнуться о том, что вы вообще не обязаны его дальше воспитывать, но не получилось. Многие из приемных родителей, с которыми я общалась, говорили о том, насколько сузился их круг общения, насколько мало осталось бывших друзей, что, к сожалению, их расстраивает очень сильно, когда им стали говорить, что мы вас видят рады всегда, пожалуйста, приходите к нам, но только без детей. В свой адрес слышат о том, что вы не настоящие родители, отдайте его, пусть его заберут обратно. И поэтому многое из поведения детей невозможно рассказать даже близким. Ну как рассказать о том, что ребенок ворует, ребенок врет постоянно и так далее. Ну пишут мне, что времени на друзей почти нет. Да, и это тоже отталкивает нас от друзей, потому что на них у нас времени нет. И трудность в том, что не с кем поделиться с событиями из прошлого детей. Ну ты всего не расскажешь, потому что не поймут. Самое страшное, с чем может столкнуться семья, это с изоляцией. Восьмое ожидание. Ребенок будет относиться к нам, как к своей семье, и забудет о своих биологических родителях и о своем прошлом. Ну особенно это касается патронатных воспитателей, которые должны работать с биологической семьей, которые должны как-то эту привязанность к биологической семье поддерживать, к тому месту, где ребенок вырос, для того, чтобы сразу, если ребенок не вернется туда, не разрывать эти отношения. Возможно, что-то там может еще измениться в этой семье биологической. Если мы сразу знаем, что ребенок не вернется в биологическую семью, то важно не забывать о психологическом присутствии, о таком символе присутствия человека в восприятии других членов семьи. То есть это такое незримое присутствие, которое влияет на мысли, эмоции, поведение в восприятии ребенком самого себя и, ну в общем-то, и, конечно, на других членов семьи. Это важно понимать. Важно понимать, как говорить с ребенком о его биологической семье. Важно понимать, что мы не ставим оценок. Плохая эта семья, хорошая. На самом деле мы точно не знаем этого. Какая эта семья, не очень правильно, когда говорят, ну мама у тебя хорошая, она ошиблась. Это мы тоже достоверно не знаем. Или другая крайность, когда говорят, посмотри, что она с тобой сделала, она тебя никогда не любила, она плохо к тебе относилась, она плохой человек. Об этом мы тоже достоверно не знаем. Правильным это принимать чувства ребенка, говорить с ним о его чувствах, что я понимаю, как тебе грустно без мамы. Я понимаю, мне очень жаль, что ты теперь далеко от нее. Мне бы хотелось тебя поддержать, услышать, обнять, быть рядом с тобой, но не оценивать биологических родителей. Потому что, ну я так всегда говорю принимающим семьям, что представление о том, какой ты у нас складывается из того, о представлениях о своей семье. Если я сын или дочь плохого человека, то и представление о себе у меня будет как о не очень хорошем. А если я знаю, что я сын или дочь хорошего человека, то и соответственно, может быть представление складываться, как одна из составляющих о представлении о себе. Поэтому важно быть с этим очень осторожным в оценках. То есть, ну есть два варианта к тому, как патронатные воспитатели или приемные родители относятся к этому психологическому присутствию. психологическому присутствию. Его отрицают. И тогда, ну например, в свой день рождения ребенок может спросить, как ты думаешь, моя мама думает обо мне в этот день. Вот. И тогда, там я надеюсь, что с моей мамой все будет хорошо, я к ней скоро вернусь. В ответ, если ребенок услышит, твоя мать вообще никогда о тебе не думала, то по такой негативной реакции воспитатель ребенок может сделать вывод, что лучше не задавать таких вопросов и не выражать свои чувства по поводу своей мамы биологической. И просто больше он об этом говорить не будет. Ну вот как маска у этой девочки на слайде, он будет всегда показывать нейтральность или там то, что возможно нравится новым воспитателям его или приемным родителям, там, что да, я ее не хочу о ней слышать, чтобы еще больше понравиться тем, кто его опекает. Но на самом деле под маской будет скрываться другие чувства. И второй вариант, батронатные воспитатели могут принять психологическое присутствие членов биологической семьи ребенка. Ну и на тот же вопрос можно ответить, что я не знаю наверняка, но думаю, что она вспоминает в этот день тебя, потому что это важный день. И хочешь, мы об этом можем поговорить. Опять же, подчеркиваю, чтобы не ставить оценок. Вот. И таким образом ребенок узнает, что можно говорить о своих чувствах, открыто задавать беспокоящие его вопросы. Девятое ожидание. Мы сможем сделать для этого ребенка то, что они сделали для нас, или мы не причиним этому ребенку того, что причинили нам. Мой опыт работы показывает, что часто принимающие родители, патронатные воспитатели идут люди, которые, ну не всегда, но частенько, имеющие свои травмы. Например, которые думают, что вот нам я не получил счастливого детства, нам чего-то, мне чего-то не додали мои родители, я хочу сделать что-то хорошее для какого-то ребенка, пусть я дам ему то, чего мне не дали, и тогда я буду счастлив вместе с ним. Или второй вид там травмы, мне причиняли боль в детстве, меня обижали, били, наказывали, и я хочу осчастливить какого-то ребенка, чтобы он наконец узнал, как может быть в детстве хорошо. Но если только такая идея есть для того, чтобы стать патронатным воспитателем или приемным родителем, можно столкнуться с такими болезненными ощущениями, воспоминаниями, то есть поведение ребенка будет выкидывать, выбрасывать взрослого в свои травмы, и некоторое поведение взрослый человек вообще не сможет принимать, потому что это как-то будет таким триггером его травм. И все это такие могут быть неосознаваемые процессы, поэтому будут сложности, могут быть сложности. Компенсация за счет израненного ребенка может таить опасности, болезненные реакции, неожиданные для самих взрослых. Мы рекомендуем, если вы такое замечаете, что какие-то вещи не переносите, не можете с ними никак справиться, обращаться к специалистам, психологам, психотерапевтам, чтобы поработать со своими травмами. Десятое ожидание. Мы никогда не пожалеем о своем решении стать патронатными воспитателями для ребенка с трудным прошлым. Но в этом месте, когда я веду тренинг, многие улыбаются. Я думаю, что вы там тоже улыбаетесь за экранами, перед экранами, потому что вот это никогда не пожалеем, очень условно. Ощущение, через которое может пройти принимающие семьи от неоправданных надежд до чувства утраты контроля на собственной жизни. Вот с чем сталкивается. Кажется, что ну вот такие тут цитаты. Я с ужасом вставала по утрам, думая о задачах, которых мне предстояло выполнить. Я прятала от людей свою усталость, депрессию, беспокойство. Я затаила обиду на детей, я задавалась вопросом, что мы наделали. Я не хотела, чтобы все выглядело для других как наш провал. и то, что должны знать принимающие семьи, что это нормальное чувство, что хотя бы один раз принимающая семья пожалела о том, что она сделала, и потом справилась со своими сожалениями и пошла работать и помогать детям дальше, и жить, скажем так, дальше. Это что касается ожиданий, которые если они не оправдуются, то они очень быстро, это процесс быстрый приводит к разочарованию эмоциональному выгоранию. Если у вас есть по этой части вопросы, напишите мне, мне сложно, когда я не вижу вас, и тогда я так вижу, вопросов нет, наверное, очень все понятно, и мы переходим к самому эмоциональному выгоранию. Существует несколько вариантов, какие ранжирования по стадиям процесса эмоционального выгорания, вот я выбрала один из них, первая стадия, она называется героическая, ну, вообще выгорание происходит тогда, когда нарушается некий такой баланс между брать и давать, когда человек много-много отдает, и взамен мало получает эмоции, тепла и так далее. Вот на первой стадии, которая называется героическая, наверное, те, кто приходили только к этой идее стать патронатными воспитателями, или люди, которые хотели стать приемными родителями, они помнят эту стадию такое возбуждение, когда я готов, я могу, вот, и приняв ребенка в семью, ты чувствуешь такой подъем, ты понимаешь, что ты наконец-то что-то сделал действительно важное, что ты, ну, на этой стадии такое ощущение настоящести жизни есть, вот, выброс гормонов много, воспринимается на этой стадии своя жизнь как подлинное такое существование, вот, и что опасно, на этой стадии мы набираем много всяких обязательств, мы соглашаемся такое на то, что для нас может стать потом неподъемным, и вот хуже всего, что мы набираем эти обязательства не перед другими, хотя и перед другими тоже, но вот самое опасное перед собой, мы готовы, мы хотим приемные семьи говорили, что вот начинающая приемная семья им предлагали пятерых подростков, да, мы возьмем, то есть то, что совершенно неприродно, не очень трудно, на этой стадии все это воспринимается как ура, мы это сможем, вот, и человек такой на этой стадии залазит такое сверх должное, люди чувствуют на этом подъеме себя супер человеком, вот такие симптомы на этой стадии, набираются много моральных долгов перед собой и другими, на этой стадии человек вообще ничем не болеет, вот такой подъем, выброс гормона, и заболеть вообще ничем невозможно, вообще ничего не приклеивается никакие простуды и так далее, ощущение подлинности жизни, ощущение что ты сверхчеловек, слепается должное и сверхдолженное и соглашаемся на неподъемное, максимально может длиться такое возбуждение, такой героизм несколько месяцев, я хочу вот вашего какого-то отклика, тех, кто такое наблюдал за собой, напишите мне об этом в чате, как-то поставьте какой-то значок, что да, со мной такое было, я отслеживал, вот, мы тут много рисков, что мы залазим в такие долги перед собой и перед другими, что мы думаем, что мы точно все это горы перевернем и так далее, но со временем мы, так как она длится немного, да, вижу отклики, да, было, следующая стадия, это стадия выдерживания, она такая сценическая, когда вдруг ты ощущаешь, что груз неподъемен, чувствуешь усталость, ждешь конца рабочего дня, если ты на работе, если это круглосуточная работа дома, то ты ждешь, когда все уже наконец улягутся спать, и ты просто попьешь кофе в одиночестве и сделаешь какой-то передых, если раньше ты вскакивал на вот этой стадии подъема, вскакивал и бежишь 10 раз на помощь, и то там готов был пробежать немыслимое количество метров, то сейчас ты лучше позвонишь даже в другой конец своей квартиры или дома, то есть происходит такая экономия сил, стараемся не делать лишних телодвижений, ощущается тяжесть тела, и что самое интересное здесь люди ко мне приходят на консультацию, говорят о том, что что-то со мной не так, я начинаю много делать ошибок, я забываю, надо даже память там как-то свою проверял, пью какие-то там таблетки от памяти, для памяти, для улучшения, что-то со мной не так, может я заболел чем-то, вот, но вот пока на этой стадии усталость обратима, то есть ты можешь отдохнуть, поехать в какое-то место тихое или сделать то, что тебе приятно, и усталость в общем-то проходит, она обратима, вот, но что плохо, вот те болезни, которые ушли, они на тебя нападают и возвращаются все хронические заболевания, на этой стадии мы уже так не горим, мы уже всех детей мира не хотим обогреть, если еще кто-то пытается работать на этой стадии, кроме того, что занимаются детьми, на работе точно не засиживаемся, или наоборот убегаем на работу из дома, чтобы там подольше посидеть, и на этой стадии можно находиться долго, достаточно долго, потом ты отдохнул, или тебе ты услышал слова благодарности, какой-то понял, насколько твое дело успешно, и становится легче, это тебя бодрит, и в общем-то симптоматика это снижается, уменьшается, вот, поэтому на ней находятся долго, третья стадия это стадия астеническая, такая стадия разочарования, ну, вот, как эта девушка с ключом себя можно только завести, потому что сил совсем стало меньше, вот, такие симптомы больше, чем на тех предыдущих этапах, чувствуем, как выйти, я вижу вопросы, как выйти из этой стадии, чуть позже мы будем это обсуждать, я это расскажу, как выходить, опустошенность чувствуется, вот, на этой стадии третьей разочарования, такие симптомы, нет сил, ничего не хочется, появляется раздражительность, слабость, ощущение, что всем что-то надо, я очень хорошо эту стадию помню, знаю, когда тебе кажется, что ты всем должен, все что-то от тебя хотят, и здесь вот один из симптомов, такая парадоксальная реакция на усталость, возможно, кто-то это ощущал, утром ты просыпаешься, как вроде всю ночь мешки разгружал, а, ну, совершенно не отдохнувший, а к вечеру становится, разойдешься немножко, становится чуть лучше, если такое ощущали, тоже напишите, мне это важно, проблемой со сном появляется, то есть, это или трудное засыпание, или такие просыпания среди ночи, или раннее просыпание в 4-5 утра, и ты не можешь заснуть, и что самое удивительное, вроде ни о чем и не думаешь, ну, это вот такой стресс постоянный, хронический дистресс, то есть, дистресс, это значит такой отрицательный стресс, хроническое возбуждение, накапливаются ошибки, проблемы с памятью уже становятся достаточно серьезней, ошибки накапливаются, ты уже много чего там то забыл, то не сделал, то не доделал, все это сжигает массу времени, вот это охота на ошибки свои, их постоянное переделывание, все время так чувствуешь такую усталость, и вот что касается отношения с детьми, такое вот происходит обесценивание, ты обесцениваешь или себя как родителя, или патронатного воспитателя, что ты вообще, ну, что, и что хорошего вообще ты делаешь, да, или ты обесцениваешь детей, или тех людей рядом, которые это даже возможно по отношению к мужу, жене, ты обесцениваешь их вклад, или обесцениваешь их вообще действия, вот, падает самооценка, ну, к себе вот из-за этого обесценивания начинаешь хуже относиться, возможно, да, вот, и отношение к детям может меняться периодически, то ты любишь их, то чувствуешь вину, что ты так думал о них плохо, в какой-то период то ты злишься на них очень сильно, зачем они мне вообще нужны, они все такие, перед такие плохо себя ведут и так далее, что очень важно, долго не находиться на этой стадии, важно, чтобы люди, которые рядом, тебе об этом сказали, чтобы кто-то заметил и сказал, знаешь, с тобой что-то не так, ты стал раздражительным, ты стал делать много ошибок, надо, ну, надо с этим что-то делать, важно, чтобы тебе об этом сказали не как упрек, не как какое-то сумасшествие, сумасшествие, а то, что, что, давай, по-моему, тебе нужна помощь, ну, на этой стадии, да, важно долго не находиться, и четвертая стадия, она похожа на вот на этого такого, не знаю, как, кто это, кто это, лемур такой веселый, вот, она интересна, эта стадия, она имеет вот такие симптомы, она имеет симптомы, такие, первый из них деперсонализация, человек уже воспринимается как объект, то есть, его эмоции тебя уже не волнуют, его переживания, мы, к сожалению, встречаемся часто с такими выгоревшими педагогами, врачами, ну, из серии у вас болит, а что вы хотели в этом возрасте, что вы все тут от меня хотите, сами виноваты, детей плохо воспитываете и так далее, происходит такое отрезание чувств, когда тебе так плохо, на какой-то момент, что, ну, что-то должно произойти, когда ты такой уставший, такой истощенный, включается очередной рубильник защитный, и человек отрезает, дистанцируется такая диссоциация от своих чувств, отрезание, такое, надевается такая субличность, колпак защитный, и человек себя чувствует совершенно нормально, он не считает себя в чем-то неправым, он считает, что все другие делают что-то там неправильное, а он во всем прав, потому что чувствует он себя хорошо, вот, но иногда ему для того, чтобы расслабиться, люди могут там пить начать на этой стадии, вот, ну, иногда так многие годы находятся и прекрасно справляются со своими функциональными обязанностями, но совершенно от них нету никакого такого тепла, душевного понимания, нету понимания, что они что-то делают неправильно, отрицают, что что-то делают неправильно, и это очень опасная стадия, если вы работаете с детьми, если вы патронатный воспитатель, то, ну, я себе могу себе представить такого патронатного воспитателя, который не понимает горя, беды и чувств ребенка, который к нему попал, вот, или приемного родителя, который также холодно, ну, деперсонализация, это человек как объект, то есть, ну, как стул пересчитал детей и лег спать, грубо говоря, вот, считает всех, кто его обвиняет виноватыми и глупыми, ну, вот такая вот стадия выгорания, вот четыре стадии, которые мы обсудили, я бы хотела, чтобы вы как-то откликнулись, и если вы себя узнали на какой-то из стадий, напишите цифру, на какой вы стадии, и тогда у нас остается следующий вопрос, который мне уже тут задали, как вы выходите из этой стадии, но то, что я сказала, что из четвертой стадии уже нет выхода, что единственное, что нужно сделать, поменять свою работу, поменять ту деятельность, я вижу, вот пишут мне третья и четвертая, нет, четвертую не вижу пока, есть третья, вторая стадия, первая, да, можно постоянно принимая новых детей возвращаться опять на первую стадию, потом на вторую, то есть это такой процесс может быть такой круговой, вот, по поводу что из этого, да, когда ты находишься на четвертой стадии, то ты можешь в этой сфере деятельности быть совершенно выгоревшей, в другой быть теплым, мягким и пушистым, и это может говорить о том, что нужно менять эту сферу деятельности, где ты выгорел, если, ну вот, на третьей стадии, на третьей ду деформации, человек может замечать, что появляется много психосоматических заболеваний, много просто соматических заболеваний, которые там пришли, и это может говорить о том, что накопилось так много в теле уже эмоций, что просто ни сердечно-сосудистая система, ни желудочно-кишечная и так далее, не выдерживают этого, и начинаются сбои, вот, и тогда, чтобы совсем же не добить себя, человек переходит или на четвертую стадию, включая этот предохранитель, рубильник, или уходит на отдых с вот этой третьей стадии. Что делать? я веду семинар на эту тему, и часто мы в этой теме, что с этим делать, используем такой общий опыт, что каждый из вас делает, как вы выживаете, как вы с этим справляетесь, вот, и какие всегда звучат предложения, и мой опыт показывает, что очень важно для нас всех иметь, ну, первое, что понимаете свои эмоции, восстановиться и подумать, что сейчас со мной, такой взгляд со стороны, посмотреть на себя со стороны, возможно, спросить своих близких, как ты меня видишь, что сейчас со мной, иногда мы просто бежим по жизни, не ощущая своих эмоций, понять, что со мной, остановиться, подумать. Второе, что для всех нас важно, это человек, который может выслушать, не давая советов и каких-то оценок, это такой контейнер, который теплый, который можно прийти, тебя обнимут или физически, что лучше, или это специалист, который тебя обнимет не физически, но точно поймет, поддержит, выслушает, не давая оценок и не давая советов, ну, как принято считать, что когда ты ведешь психолога, тебе дадут обязательно какой-нибудь совет, вот если дают много советов, то это мало похоже на контейнер, а не тут важно больше выразить свои чувства, как мне все это надоело, например, как мне тяжело, чтобы восстановиться и идти дальше, помогает юмор, каких-то приемные родители, хорошо, многие с этим справляются, когда дети себя ведут сложно, когда много звонков из школы, когда во всем их обвиняют, очень у них так срабатывает хорошо, с юмором к этому относиться, это тоже помогает, общение с другими семьями, вот на этом я очень сильно хочу остановить ваше внимание, я много лет веду группы взаимоподдержки с приемных семей, к сожалению, пока не вела группу поддержки патронатных воспитателей, пока мало так в том регионе, где я живу, в Днепропетровской области мало патронатных, не собираемся мы в группы, хотя это очень важно, что дает группа поддержки или взаимоподдержки, знаете, так всегда интересно, когда после каждой группы многие из приемных родителей в данном случае говорят, кстати, я вот думал, что у меня все ужасно, а так послушал, и не так все у меня ужасно, это не о том, что вдруг все стало по-другому, а о том, что я к этому поменял отношения, что я стал меньше про это тревожиться, что я стал меньше себя в чем-то обвинять, что я попал в среду единомышленников, в которых я могу сказать такие невероятные вещи, которые я не могу никому рассказать, о том, что дети мастурбируют, это иногда такое табу ужасное, а многие ведь дети это делают по разным причинам, это отдельная тема, и как-то я была в одном городе, вела там тренинг для приемных родителей, и ко мне женщина, которая подошла после тренинга, прям шепотом говорила о том, что ребенок мастурбирует, за это боится, и что она пошла к психологу, и ей сказали, все вам, к психиатру, это все ужасно, то есть, когда ты этому придаешь оценку, все плохо, все ужасно, и я с этим не могу справиться, ты находишься в стрессе, когда ты попадаешь в среду, где тебя понимают, где говорят, что да, так бывает, и из своего опыта подсказывают, что с этим делать, то это очень сильно помогает выгоранию, вопрос я вижу, или комментарий, так как в патронатных семьях дети периодически меняются, выгорание наступает медленнее, ну, наверное, или или немедленнее, потому что они меняются и могут стрессы нарастать, и вот тот же, то же самое, ну, то есть, то, что они меняются, это может вести к повышенному стрессу, вот общение с другими семьями очень помогает, приемные семьи, уже есть такая целая система, когда могут по телефону связаться, в гости друг к другу приехать, там, по 10 детей в детских домах семейного типа, встречаем Новый год, нас 45, и так далее, это все помогает найти какие-то выходы, какие-то какие-то способы преодоления стресса, и вот такие группы поддержки очень важны, я вам сильно рекомендую объединяться в такие группы, супервизии, ну, когда группу ведет специалист, который может помочь посмотреть на ситуацию со стороны, может найти, помочь найти выход из ситуации, теми способами, которые есть у вас, не новых каких-то научить, или если это групповая супервизия, помочь среди группы найти способы выхода, о которых эта семья еще не задумывалась, они могут быть где-то на поверхности, очень тоже хороший эффективный способ помощи профилактики эмоционального выгорания, возможность побыть где-то в детской роли, эмоциональное выгорание это когда ты часто находишься постоянно находишься во взрослой роли, когда ты все время в контроле, у тебя нет возможности расслабиться, а детская роль задвинута на задний план, то есть ты не можешь расслабиться, побеситься, почувствовать себя маленьким, чтобы о тебе позаботились, и вот поиск того, где можно было побыть в этой роли очень важен, если можно поехать к родственникам, к маме, которая тебя накормит пирожками, уложит спать, это тоже очень хорошо, важно почувствовать себя в детской роли, если такой возможности нет, позаботься о себе сам, сауна, массаж, где ты можешь просто ничего не контролировать, почему выгорают родители, даже не говоря уже о патронатных семьях, или приемных родителях, а мама, которая находится с детьми 24 часа в сутки, особенно молодая, я имею ввиду, мама с маленьким ребенком, почему быстро тоже может выгореть, потому что она все время в позиции контролирующей, в позиции напряжения, и для этого нужно, поэтому нужно искать такие выходы, где у тебя есть детская роль, неконтролирующая, расслабленная, ну, помощь специалистов, психологов, ну, вот, к сожалению, не все обращаются за такую помощью, хотя такая возможность есть, и, ну, не всегда есть в отдаленных каких-то от города местах, не всегда есть, к сожалению, специалисты, психологи, которые понимают, с чем сталкиваются принимающие семьи, ну, к сожалению, но я надеюсь, что вот такие вебинары, они больше помогут специалистам развиться, свой уровень поднять, потому что, ну, к сожалению, можно встретить таких людей, которые с этим не сталкивались, вот, одна из моих клиентов, усыновительница, говорила о том, что, психолог сказал, что, зачем это вам, вы никогда не справитесь, вы сама там не справляетесь, и теперь, когда она уже прекрасно с этим справляется, этот вот, висит у нее в голове, вот эта вот лампочка горит, что я с этим могу не справиться, мне же это сказал специалист, вот, хотя есть много листов, которые готовы разбираться, понимают, что, что чувствуют, что переживают патронатные воспитатели или приемные родители, но помогает хобби и спорт, вот, знаете, я думаю, что сейчас 99% из вас скажут, какие хобби, какие спорт, если я все время занят детьми, а это очень важно, особенно заняться своим телом, думать не только о том, что с моей рациональной частью, я ее все время нагружаю, нагружаю, для того, чтобы ее разгрузить, надо заняться телом, пусть это не будет, там, я не знаю, тренажерный зал и фитнес, ходите, пробежки, чтобы вот это количество адреналина, которое, или других эмоций, гормон стресса, накапливающихся в вашем теле, могли куда-то деваться, и только через упражнения спортивные, через движения адреналин может уйти, иначе все то, что накапливается, сжимает наши органы, там, сердце начинает интенсивно работать и так далее, это процессы, которые, которые мы, которых мы знаем, и которых можно почитать, что происходит. Дальше, время для того, чтобы побыть с супругами, да, это тоже такая тема, которые забывают, вот, на своих тренингах, на тренингах я об этом много говорю, потому что патронатные воспитатели, приемные родители, они же окунаются с головой в детско-родительские отношения, они занимаются детьми круглосуточно, они, ну, такое ощущение, что только постоянно подкармливают роль родителя, они не уделяют огромное количество времени и внимания, и это, это, ну, как бы здраво, нормально, потому что много-много это занимает времени и сил, но очень важно не забывать о том, что вы супруги, это наш ресурс, иногда находить возможность побыть где-то вдвоем, пока дети в школе, в садике, куда-то, где-то, где побыть, вы можете только наедине, только вспомнить вот эту роль супружескую, поговорить не о детях, не об их двойках, не о том, как с ними сложно, не о том, даже, как с ними прекрасно, а о том, какие вы супруги, что с вашими отношениями, вот, подчеркну это, потому что недавно одна из тоже женщин, которая, которая приемная семья, она потеряла мужа, и мне сказала о том, что, наверное, вот теперь я жалею, что очень мало этому времени уделяли, возможно, он просто себя съел, занимаясь вот этим трудом, дальше, природа, это всегда ресурсно, не знаю даже, что мне об этом комментировать, я думаю, что это понятно, кому это подходит, кому, природа чаще всего подходит всем, вот, и вылазки какие-то, даже с детьми, возможность просто побыть ближе к земле, выйти из железобетонных конструкций, это тоже помогает, дает, дает какие-то силы, смена деятельности, да, вот, люди, которые занимаются еще каким-то, каким-то трудом, еще каким-то, какими-то занятиями, они выгорают гораздо меньше, если они еще что-то придумывают, какие-то интересы свои, какие-то, там, работу, может быть, даже себе какую-то надомную, и так далее, вот, если у вас есть какие-то комментарии к этому, напишите, пожалуйста, и, возможно, есть какие-то свои, свой опыт, это было бы интересно для всех, кто сейчас меня слушает, я это озвучу, потому что опыт, который ты пережил сам, он бесценный, вот, что еще дальше бы я хотела, ну, и какие бы мы сделали первые шаги на пути к уменьшению своего выгорания, ну, я предлагаю три очень простых первых шага, не поленитесь, потому что сейчас посмотрите, послушайте, скажите, ладно, хорошо, не поленитесь, напишите список того, что приносит удовольствие, десять пунктов, не меньше, то, что действительно приносит удовольствие, от чашки кофе и шоколада до, я не знаю, путешествий за границу, просто их напишите, и отметьте, что в ближайшее время вы можете всего этого сделать для себя, возможно, многие сейчас мне скажут, у меня нету десяти пунктов, я не помню, не знаю, вообще мне уже мало что приносит удовольствие, и тогда я вас попрошу вспомнить, что раньше приносило удовольствие и дописать, иногда я сталкиваюсь с тем, что вдруг один из моих клиентов говорит, боже мой, я же раньше выращивала цветы, я совсем про это забыла, а мне это приносило удовольствие, а потом мне стало некогда, потом все цветы перевелись, и, ну, оказалось, что это не так сложно сейчас заняться разведением опять цветов, это могут быть для вас доступные вещи, которые уменьшат ваше выгорание. Второй пункт, ищем контейнер среди окружения, ну, наша проблема, в общем-то, достаточно у многих, так и у общества, скажем так, нам трудно попросить о помощи, мы к этому не приучены, всегда считалось, что ты должен сам со всем справляться, если ты не справляешься, то ты слабак, поддерживалась всегда идея о том, что ты должен быть сильным, со всем справиться, контейнер, это тот человек, именно человек, который может контейнировать ваши чувства, вы ему можете рассказать все, что вы чувствуете, даже самое такое ужасное в вашем представлении, которое чувствовать нельзя, и он это готов принять, он готов принять, не осудить, не оценить, не там, как-то еще к этому отнести, не дать советов, которые вы, которым бы вы не хотели, если вы хотите советов, то вы их попросите, и было бы хорошо такой контейнер иметь, на одном тренинге недавно меня спрашивали, может быть, ли контейнер ребенок, вот, думаю, что нет, потому что ребенку важно знать о ваших чувствах, но он не готов еще их принять все целиком, он это и может испугать, рядом с ребенком не стоит часто выходить в такую, именно в такую детскую позицию, хорошо с ребенком рядом выходить в детскую позицию, побеситься, поиграться, побиться подушками, это, это замечательная ресурсная часть, но вот такая детская позиция, когда свалить на него все свои чувства, это, я не думаю, что ему под силу, поэтому ванну, контейнер, это, это больше взрослые, это, это может быть ваш ребенок, но уже взрослый, это может быть, но не ребенок, который там младше, 18 лет. Третье, вот тут сейчас мне пишут, я хочу озвучить, пишут о способах, я так понимаю, позитивное мышление, пошаговая постановка действий, 10 минут тишины каждый день, да, вот такое себе, наверное, взять за правило, 10 минут тишины, чтобы меня никто не трогал, да, знаете, как в этом анекдоте, когда мама все время уходила в горы, там один раз в неделю, и детям было интересно, что она там делает, и она просила, чтобы никто ее не преследовал, и не знал, куда она ходит, но дети не выдержали, пошли за ней, она там ругалась, кричала, топала ногами, и они даже испугались этого, и спросили, мама, что ты тут делаешь, она сказала, я вам делаю добрую маму, ну вот, это тоже, наверное, помогает, дарить подарки помогает, да, и общение с близкими, спасибо за ваш опыт, пишут, есть контейнер, и не один, замечательно, подросток контейнер, но вот я только что сказала, что, скорее всего, подросток не должен быть контейнером, все-таки он, он еще, тем более, подросток у него своих, там очень много тараканов, своих переживаний, это может быть неподъемным для него, хотя, смотря какой подросток, смотря какие у вас с ним отношения, думая, что это индивидуально, дальше, строим конкретные планы с учетом своих потребностей, вот, это тоже важно, вот, когда, я, принято говорить, когда у тебя в жизни полный бардак, начни с чего-то конкретного, ну, например, с уборки в своей комнате, и это из той же оперы, что если вам кажется, что везде хаос, и вы совсем не справляетесь, то начните с того, с чем вы точно можете справиться, ну, вот, с уборкой в своей комнате, там, с занятием своим телом, там, подстригитесь, приведите себя в порядок, займитесь тем, что вы можете уже сейчас точно на что повлиять, вот, построение конкретных планов, это вот такая, ну, структура в жизни, она тоже помогает, такое, стабилизировать свое состояние, ну, как-то так, вот, с построением конкретных планов, может быть, есть вопросы, задавайте, и я постараюсь ответить, или, возможно, вы что-то можете добавить, это тоже очень ценно, хорошо, ну, пока я не вижу вопросов, поэтому, я думаю, что мы будем, я, то, что вам хотела рассказать, такое, значимое, про эмоциональное выгорание, в общем-то, рассказала, и, напоследок, хочу вам, такую известную притчу, рассказать, или прочитать, о том, что, когда-то давно, в одном городе, жил великий мудрец, слава его мудрости, разнеслась далеко, вокруг его родного города, и люди издалека, приходили к нему, за советом, но был в городе, завидующий его славе, пришел он, как-то на луг, поймал бабочку, посадил ее, между сомкнутых ладоней, подумай, пойду-ка я, к мудрецу, и спрошу у него, скажи, о, мудрейший, какая бабочка, у меня в руках, живая или мертвая, если он скажет, мертвая, я открою ладони, бабочка улетит, если он скажет, живая, я сомкну ладони, бабочка умрет, вот тогда все поймут, кто из нас умнее, так все и получилось, завистник пришел в город, и спросил у мудреца, скажи, о, мудрейший, какая бабочка у меня в руках, живая или мертвая, тогда мудрец, который был действительно умным человеком, сказал, что все в твоих руках, ну, это о том, что очень много в наших руках, к счастью, и что иногда мы можем себя загнать, как загнанная лошадь быть, а иногда мы можем все-таки, что-то делать со своей жизнью, как-то, как-то, какую-то структуру в ней создавать, менять свое отношение к тем или иным вещам, и очень важно в этом всем заботиться о себе, и если ты не заботишь, не позаботишься о том, чтобы ты был в ресурсе, то через время ты никому не сможешь дать эту помощь, на которую другие надеются, или на которые хотели бы опираться, и ты выгоришь, к сожалению, это не поможет никому. Вот так. На этом я хочу завершить мою сегодняшнюю лекцию об эмоциональном выгорании. Хотела бы все-таки услышать, точнее, увидеть вопросы, которые вас интересуют, связанные с этим, или, может быть, на какие-то другие темы, связанные с патронатом, или с приемными детьми. И пока у меня есть время, я могу на них ответить. Сейчас немножко подожду, пока я вижу, что допишут. очень хорошая притча, да, хорошая притча, я ее люблю. К выгоранию приводит и безразличие служб по делам детей. К сожалению, да, это проблема. Есть такая проблема, я, это проблема не только служб, это проблема, скажем так, статусности, отношения к принимающим семьям. И я с ней сталкиваюсь, к сожалению, часто, потому что вот на этих встречах с приемными родителями мы это обсуждаем. Проблема статусности, проблема к тому, что отношение к тем, кто этим занимается однозначное. например, когда я стала тренером по патронату, мне многие из моих друзей, там, коллег говорили, что я не понимаю, кто такой патронатный воспитатель. Это люди, которые хотят заработать денег, они из-за денег на это все идут. И что это за бездушные люди, они должны заботиться о детях и так далее. И мне очень неприятно это все слышать, но я понимаю, что это высказывание такого большого количества людей в нашем обществе, потому что считается, что во-первых, люди, которые заботятся о благополучении детей, они не должны за это ни в коем образом получать деньги почему-то, хотя ни у кого не возникает идеи не платить зарплату воспитателям, учителям и так далее. многое слышу, о приемных родителях слышу, что они рабов к себе берут, чтобы они на полях работали и так далее. И вот такое какое-то не очень позитивное отношение, и соседи норовят посмотреть, не обижают ли там детей, это очень хорошо, но к сожалению, часто там, где обижают детей, этого не видят, не слышат и закрывают глаза, а там, где нарушаются границы семьи, это не приводит к положительным результатам. И службы, они, их задача, так сказать, в интересах детей быть бдительными, но иногда я знаю, что перегибается палка, нарушаются границы семьи, это тоже, кстати, ведет к выгоранию, я об этом забыла сказать, потому что семья, она должна быть защищена, она должна защищена быть своими границами, если такие дырки в границах семьи, это ведет к выгоранию, туда может прийти, посмотреть, все ли хорошо кто-то представитель школы, я не знаю, мне рассказывали, даже из Собеса приходили, не знаю, почему, заглянуть в холодильники, все это, ну, как бы, проверка родителей на то, какие они хорошие родители, и как будто бы это все объясняет, если сегодня в холодильнике нет котлет, как будто бы в семьях других, обычных, всегда есть котлеты, или всегда все идеальный порядок, и как может быть идеальный порядок в семье, где там 5-6 детей, но я такого себе не представляю, и поэтому, ну, что, что нужно делать, ну, нам приходится жить в таком, в такой системе, и я всегда призываю тех, кто, тех, кто включен в систему помощи, или непомощи приемным семьям, патронатным воспитателям, призываю их подумать о том, что родители эти, или патронатные воспитатели, они не просто сейчас за деньги помогают детям, которые в сложных жизненных обстоятельствах, они воспитывают наше будущее, вместо того, чтобы ребенок, вместо того, что ребенок попадет в какой-то сиротинец, или в детский дом, где выпускники выходят в большинстве своими потребителями, которые не знают, как обращаться со своей жизнью, с деньгами, они в большинстве случаев часто, не хочу говорить о всех, часто попадают в истории, которые приводят их в систему похожую на интернат, это в тюрьмы, а как они их туда приводят, они совершают какие-то правонарушения, почему, потому что потребительское отношение, которое воспитанное, мне давали, давали, а тут у меня нет, где взять, пойди отбери, и такой закон джунглей в детском доме, там много насилия и много травм, и поэтому родители, которые на себя берут эту ответственность, воспитатели, которые берут на себя такой первый, я не знаю, первый такой бой, принимают в этой системе помощи, самую сложную часть выполняют задания реабилитации, когда только ребенок отрывается от семьи, или только находит какой-то приют, им нужно сформировать какое-то представление о правилах, сформировать какое-то его отношение к будущему, к его, или он попадет в приемную семью, или он вернется в биологическую семью, у них очень много задач у патронатных воспитателей, важно понимать, что они воспитывают не будущее нашей страны, будущее граждан, которые будут более ответственными, не будут бросать своих детей, в конце концов, как это делали их родители, вот это очень важно, если мы будем об этом говорить, такой посыл нести, что эти люди, которые, они могут быть просто людьми со своими какими-то, не знаю, достоинствами, со своими недостатками, ну как и все мы, и не надо все время через микроскоп смотреть на то, что они делают и как они делают, потому что они делают важную работу, которую в общем-то другие не делают, кто хочет, может взять попробовать. вот, и это безусловно ведет к выгоранию, безусловно, очень часто, когда нет поддержки, поэтому я и говорю, чтобы вы поддержку организовывали сами, в кругу людей, которые вас понимают, таких же понимающих, испытывающих те же проблемы и так далее. Следующее, если супруг контейнер, как быть? Ну, почему бы нет? супруг может быть контейнером, почему бы нет? Тогда ему нужен тоже другой контейнер. Не знаю, возможно ли, я как-то об этом не задумывалась, чтобы вы постоянно друг у друга были контейнером, может быть, и возможно, а может быть искать контейнер, тогда супругу где-то в другом месте, у своей мамы, у своего друга, это не так просто, но он нужен. Следующее, их тоже мало, я вижу, кто это написал, их тоже мало, кто профилактирует, они тоже помогают людям, да, совершенно с вами согласна, да, это, это правда, что, если посмотреть теперь глазами с другой стороны социальных служб, службах делам детей, очень много работы, там, на одного, на одного специалиста, несколько, там, десятков, иногда сотен семей, которые, за которые ты отвечаешь, и это неподъемное дело, все следить, посмотрите, не выгорите, поэтому, для тех, кто помогает, людям, которые помогают, им важно бы тоже иметь свои группы поддержки, и профилактику, и я с вами совершенно согласна, еще, если еще какие-то, но пока я не вижу вопросов, если есть вопросы или комментарии, задавайте, я вижу, кто-то пишет, но, в общем-то, у меня информация вся, то, что я хотела сказать вам, я благодарю вас за внимание, благодарю за отклики, надеюсь, информация, то, что я сегодня вам дала, была полезной, интересной, надеюсь, что она вам как-то поможет, и я вам желаю заботиться о себе, помогать не только другим травмированным детям, но и себе, спасибо вам за внимание, нет, еще что-то пишут, я вам спасибо, я вас благодарю, благодарю вас всех, спасибо, спасибо за столь полезную информацию, вам спасибо, что были со мной полтора часа, было интересно, я очень рада, благодарю вас, до новых встреч, всего доброго, до свидания, еще пишут, я жду просто, если это вопрос, то у меня еще есть время ответить, удачи вам и творческих успехов в вашем деле, приглашайте в патронатные воспитатели людей неравнодушных, но готовых, готовых к испытаниям, до свидания,